Вебинар, который называется «Моя новая жизнь с Reflame. Стиль жизни с проектом Экспресс Карьера». Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сегодня первый раз вообще пришел на вебинар. Кто первый раз вообще пришел, да? Давайте, потому что в первую очередь этот вебинар для вас, да? Мы уже многие здесь все знаем, вот, но этот вебинар именно для наших гостей, для наших новичков. Мы очень рады, что вы приняли правильное решение, что вы уже с нами, именно в нашем проекте, потому что действительно это большое-большое везение, это большая удача, я вам скажу, да? Вот просто кто-то проходит мимо этой возможности, а вы уже ее для себя приняли и взяли. Поэтому сегодня наша встреча будет длиться где-то около часа. Вот мы вам расскажем, да, я непосредственно, что, да, откуда идти в проекте, что необходимо делать, как проходит обучение, поделюсь немножко своей историей, да, почему я в этом проекте, почему я приняла такое решение, вот. И вкратце просто, знаете, настройтесь, вот так, знаете, да, в записи я делаю, надеюсь, что получится. Просто, скажем так, просто постарайтесь слушать без стереотипа, вот это самое главное. Кто первый раз пришел, просто слушайте сердцем, хорошо? И в конце уже кто останется у нас, да, я думаю, что всем, всем будет интересно, да, до конца послушать, что в конце самое интересное всегда обычно показывается и рассказывается. Да, вы получите бонус, вот, то есть я тоже расскажу, что это за бонус. Так, итак, я сама родом с Украины, да, живу в городе Одесса, закончила музыкальную академию, имею высшее образование, преподаватель музыки, да, сейчас нахожусь на данный момент в декрете, воспитываю двоих мальчиков, два сына у меня, одному, вот, будет скоро три, а одному шесть лет. И на данный момент я уже интернет-предприниматель, то есть уже у меня есть свидетельства полностью предпринимательства, поэтому сейчас расскажу, как я к такой жизни дошла. Итак, почему, конечно, я пришла в этот проект, потому что, наверное, я не буду оригинальной, и проблема нехватки денег – это 95% всех семей. Да, нам не хватало денег, да, нам не хватало элементарно, особенно, когда я пошла уже во второй декрет, да, у нас был еще кредит на квартиру, тоже немножечко-то попозже вам расскажу, вот, но все, да, это, вот, действительно, это так и есть, да, много ссор, если взять основные ссоры, которые проходят в семье, они связаны в основном с финансами, как бы там ни было. Если не хватает, да, денег на лечение элементарно, да, с одной стороны, это хорошо, у меня так мама научила всю жизнь, что нам нечего болеть, потому что нам не за что лечиться, да, с одной стороны, хорошая установка была, мы знали, что нам с сестрой болеть нельзя, вот, поэтому мы старались не болеть. Ну, конечно, когда уже рождаются твои детки, да, и, ну, всякое бывает, вот, конечно же, это печально очень, когда не хватает денег на те же лекарства, а еще лучше на витамины, да, чтобы сделать элементарную профилактику. И, конечно, отдых наш был какой, ну, вот, до того, как я приехала в Одессу, я сама с центральной Украины, ну, там, речки, да, вот, ну, потолок отдыха, это поехать на речку, там, с родителями, вот, или там потом уже с друзьями, вот, и весь отдых, да, то есть, вот это видение чего-то большего, да, только, конечно же, видела в сериалах, фильмах и больше нигде. То есть, ну, я думаю, что, наверное, у многих тоже такой отдых был и есть, вот, поэтому на самом деле хочется, конечно, чего-то другого. Поэтому я пришла в этот проект, потому что надоело мне эта вся жизнь, честно говоря, надоело мне экономить, надоело мне унижаться, надоело мне эта несвобода, потому что я работала на многих разных работах, но я всегда верила, что меня что-то ждет другое. И я вам скажу еще одну вещь, что нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают себе сами. Человеку невозможно заставить подниматься по лестнице, если он сам не желает подниматься. Поэтому, так, ну, кому не слышно, перезаходите, да, вот, я так понимаю, что в основном все, всех слышно, да, перезаходите. Напишите, пожалуйста, слово «перезаходите», потому что те, кто не слышит, они меня и не услышат, что я это говорю, и кому несложно. Да, я микрофон говорю, поэтому должно быть нормально все слышно. Поэтому, друзья, смотрите, самое главное, что самое важное, что если вы сами себе захотите помочь, вот это самое главное зерно. Если вы сюда попали в этот проект, значит, вы уже о чем-то думали, вы уже, вам уже надоело, да, что-то вас уже допекло до такой степени, что вы уже думаете, да ладно, уже пойду, да, кто там уже с нами в проекте, не в проекте, пойду уже в этот интернет, уже нечего терять, да. Вот есть такой момент в жизни, когда нечего терять, когда уже думаешь, или же что-то действительно брать, делать, да, или перестать уже ныть, перестать уже, ну, смысла от того, что там обвинять родителей, мужа, государства, смысла нет. Ну, можно пообвинять месяц, два, год, два, три, но потом надоедать. Потом все-таки мозги говорят, что да, надо что-то делать другое. И вот когда уже вот приходит вот эта точка невозврата, вот потом ты уже думаешь, да, то ладно, уже надо брать все тогда и делать. Поэтому если вы сами себе хотите помочь, у вас все получится. Я вам говорю на 100%, 100% гарантия, да, даже больше. Так, что хотела вам еще рассказать. Вот мне когда-то в свое время рассказали квадрант денежного потока. Это такая правда жизни. Если вы еще ее не знаете, я вам советую ее побыстрее узнать. Я сегодня вам, да, вот основы расскажу. Ну, конечно, я советую почитать все-таки книги. Есть такой писатель, да, миллионер, инвестор Роберт Киосаки. И он разработал такой вот квадрант денежного потока, что все деньги мира, они где-то находятся. У кого-то находится большая часть денег, да, вроде, как говорится, всем должно хватать, да, вот, а не хватает. Вот, а у кого-то меньше. И вот такой есть квадрант. И здесь что интересное. В первом секторе, да, буквочка R, здесь находятся люди, которые работают по найму. И таких людей 90%, да, всего населения. Дальше, в буквочка M, это люди, которые начинают делать какой-то свой мелкий бизнес и переходят во второй сектор, да, буквы M. Сектор B, это большой бизнес, и сектор E, это инвестиция. Поэтому смотрите, что такое работа по найму. Вот, друзья, я понимаю, что есть стереотип, который в голове у вас, у многих, и у меня он был, и, да, может, еще даже, да, что-то есть, и что-то мешает, но я долго над этим работала. Что кажется, что ничего стабильнее работы нет. Поверьте, это большая иллюзия. Увольнение на любой работе, на какой бы работе вы классно не работали, где бы вас там, да, вы знаете, не, ну, как бы, уважали, там, берегли, да, но все равно есть всегда риск увольнения. Я не знаю ни одной работы, где вас не могут уволить, я такое не знаю. Поэтому, да, отпуск, отпускные, так как, отсутствие выбора, да, то есть вот вам сказали вот так, вот так вы работаете, то есть, ну, как-то там своего что-то проявлять, да, здесь мало свободы. Дальше. Возраст, да, и вы тратите время на деньги. Дальше, поэтому, дальше малый бизнес. То есть, эти люди, здесь самая фишка в том, что здесь 90% людей находится, и вот кто пока не осознает этого, вот очень тяжело, очень тяжело добиться, да, очень тяжело людям показать, что есть что-то другое, что не ищите работу на 3 тысячи гривен или на 15 тысяч рублей, да, не ищите, ну, есть другие возможности, вы можете зарабатывать намного больше, но вот, как, знаете, вот табло есть в голове, вот работа и все, и больше вот человек не смотрит ни направо, ни налево, никуда. Я вам еще скажу одну вещь, что я тут недавно вот смотрела интересную передачу, и оказывается, что вот у нас, да, по советской стране всего 2% людей, это люди, которые вообще готовы попрость какой-то бизнес, и готовы, и которые хотят проявить какое-то свое лидерское мышление. Так как, допустим, в Америке тоже, да, 60% людей с лидерским мышлением, и которые, да, многие пробуют бизнес, многие, ну, то есть там бизнес – это норма, в принципе, считается, там, то есть, ну, больше практически равна, да, работа, бизнес, то есть там люди нормально к этому относятся. У нас, к сожалению, еще очень маленький уровень людей, которые, ну, как бизнесмен, это в первую очередь человек свободный и который широко мыслит. И, ну, мы к этому идем, нам есть с кем работать, да, да, мы в этих 2%. Я просто была удивлена, потому что думала, ну, не 2%, ну, пусть бы немножко больше, но вообще оказалось 2%. Поэтому, смотрите, люди, которые, люди все равно, тенденция меняется, у нас сейчас молодежь растет, да, они уже совсем другие люди, вот, и все равно будет процент повышаться, это неизбежно. Поэтому этот процент, он будет у вас, да, или в других, у других командах, да, или в других бизнесах, в других компаниях, это зависит от нас. Поэтому есть с чем работать, вы знаете, даже я тоже, статью уже давно я читала, опять же, та же Америка, та же Европа, где есть вот подобный нашему бизнес, да, они нам где-то немножко завидуют, потому что они говорят, у вас это тоже пока только вот все в начале, да, и вы, у вас будет огромный рост, да. У нас там уже люди привыкли, а то есть если люди привыкают уже, если людям, а не знаю, да, можно туда пойти, можно сюда, нету такого драйва, скажем так. Поэтому у нас еще есть с чем работать, вот сейчас главная наша задача, то, что мы делаем в вебинаре, мы показываем другие возможности, мы просто показываем, что кроме работы есть еще что-то другое намного интереснее. Поэтому кто-то начинает рисковать и начинает делать малый бизнес. Но для того, чтобы сделать малый бизнес, да, в первую очередь необходимо иметь какие-то инвестиции. Ну, в основном, да, если жить от зарплаты до зарплаты, то, конечно, каких-то денег на вложения элементарно нет. Да, может кредит, но в наших странах с вот этими кризисами бесконечными, да, вот уже на мой возраст уже 10 кризисов было. Мы брали квартиру в кредит, ну, слава богу, мы до третьего кризиса выплатили, понимаете. И вот он бесконечно, вот эти кризисы, поэтому брать какой-то кредит, брать что-то договариваться с государством, это сейчас очень печально и очень рискованно на самом деле. Поэтому делать какой-то мелкий бизнес, есть люди амбициозные, они пробуют, делают, у кого-то получается, у кого-то не получается, но тоже, да, таких людей немного. Большой бизнес – это уже сеть, да, если, например, у человека был магазинчик один, то большой бизнес – это уже сеть магазинов, да, сеть супермаркетов, сеть заправок и так дальше. И инвестиции – это то, когда вы уже можете не работать, да, полностью, а ваши деньги работают на вас. Ну, самый простой пример – это вы купили квартиру, одну-две, да, и сдаёте в аренду. Или, допустим, даже положили деньги на депозит. Ну, опять же, сейчас в наших странах это ложить, да, немножко страшновато, потому что не знаешь, заберёшь, не заберёшь, понимаете, вот. Поэтому инвестиции есть разного рода, есть интеллектуальные инвестиции, и, в принципе, то, чем мы с вами здесь и занимаемся. То есть я вам, да, такое предисловие говорю, потому что здесь действительно делаем бизнес сектора И, да, он начинается с малого бизнеса, можно сказать, и переходит в большой инвестиции. Вот я могу сказать, что на данный момент у меня уже даже четвёртый сектор, я в секторе инвестиций, потому что я уже могу сейчас не работать, а деньги я всё равно зарабатываю. То есть, да, это… и у нас уже таких много людей, много директоров. Да, пусть это ещё такие, знаете, доходы не сумасшедшие, да, но это уже сектор И, потому что я получаю деньги, даже если я не работаю. Да, каждый день я получаю определённую сумму денег, даже если я буду просто целый день пролежать на диване. На работе такого нет, да, в большом бизнесе такого нету, в малом бизнесе такого нету тоже. Поэтому это интеллектуальная собственность, то, что мы здесь обучаем, те знания, которые мы передаём, это в первую очередь в этом сегменте мы находимся. Ну, здесь, конечно, намного всё шире, намного интереснее, вот поэтому это стоит послушать. Дальше, что я вам хочу ещё сегодня показать и рассказать. Вот вы, кто был в начале, да, я показывала, вот, интересный, вот, бизнес-молодость, проект ребята запустили классный. Вторые девяностые. Вторые девяностые, и смотрите, кто не видел этот ролик, потом себе наберёте просто в YouTube, да, наберёте, так и наберите. Вторые девяностые, вы сразу на этот ролик попадёте. Смотрите, давайте вспомним, кто вот я, 81-го года рождения, да, все помнят вот этот разруху, многие, да, кто помоложе, уже этого не помнит, да, кто, кому там сейчас 20-25, да, вы уже можете не помнить этого, да. А я ещё это очень хорошо помню. Я этот Советский Союз ещё, я была пионером ещё один год, и этот развал, и когда не хватало элементарно на покушать у родителей, ну, хотя мы жили в деревне, у нас хотя бы было мясо, я представляю, что там творилось в городах. Потому тогда и все, кто были в городах, особенно интеллигенция, преподаватели, я ходила в музыкальную школу, у нас вся музыкальная школа, вся вышла на базар, на толчок тогда, вы помните, как это всё начиналось? Полностью застилали там покрывала, на покрывалах продавали и тому подобное. То есть тогда формировался вот этот рынок, первый рынок, да, не как в Советском Союзе коммунизм, да, что там зашёл в магазин, там всё взял, да, за вас там страна переживает и тому подобное. Пришло резко, все начали переживать сами за себя. Если сам за себя не попереживаешь, да, то всё, будешь голодный и тому подобное. Тогда очень много и бомжей появилось, да, потому что просто люди не смогли перестроиться, просто не смогли перестроиться, вот и вся была проблема. Жёстко было, было очень жёстко. Вот, и смотрите, что было. Давайте вот просто будем, вот эту проложим логику, да, я хочу, чтобы вы сегодня, да, никто, мы здесь никого не уговариваем, да, вы поймите, что сейчас время неуговоров, сейчас надо просто брать и делать, и быстро делать, потому что конкуренция, потому что уже и в нашей, да, в нашем проекте, вообще в интернет-пространстве уже тоже есть своя конкуренция, она ещё не такая огромная, вот. Поэтому здесь раскачиваться и долго там уговаривать, что здесь можно зарабатывать мы не будем, и вы сами надо, ну, как бы взяться, понимаете, самому надо захотеть. И вот я вам попробую это показать, да, чтобы вы не так, вот кто, особенно только первый раз это видит, слышит, да, чтобы вы не мыслили в таком плоском формате, немножко шире посмотрели. То есть были базары, да, сначала были базары, потом появились у нас магазинчики, да, кто-то перешёл с базаром на магазинчики, но кто-то и остался до сих пор на базарах. Кто-то до сих пор и покупает на базарах, да, допустим, я давно на базарах не покупаю, вот, я уже, ну, даже если те же продукты, да, вот, перешли мы на магазины, на супермаркеты, да, всё меняется постоянно, всё меняется, совершенствуется, вот появились интернет-магазины. То есть если вначале был только один рынок сбыта, то есть где можно заработать деньги? Там, где есть люди, да, люди были на базарах. Все, те, кто у нас там, вот, Одесса, Толчок, седьмой километр, это люди поставали миллионерами. Там, кто вот в струю попал, да, они вообще там вилы сейчас на берегу моря, то есть, ну, конечно, там они отпахали, там надо было и физически, как вот правильно говорилось, да, и риск был, потому что, я помню, у меня мама моя поехала продавать апельсины, не, колбасу в Донецк тогда поехала продавать, в общем-то, милиция ее забрала, всю колбасу я туда там раздала, поменяла на апельсины и приехала. И сказала, больше бизнеса не хочу. То есть, были, ну, помните, кто у моего возраста, все это прекрасно помните. То есть, это был такой риск, да, вообще что-то сделать, что-то сделать другое, да, не работу. Просто риск для жизни был, да. Потом появились вот эти магазины, супермаркеты и так дальше. Тоже, кто уже имел деньги, они вложили, и вот уже сейчас они называются, там, шоу-ромы, там, да, то бутики, то шоу-ромы, там, как хотите. Вот, да, ну, опять же, нужны инвестиции. Появился второй рынок сбыта, да, много начало появляться разных магазинов. И сейчас третий рынок сбыта, и он, наверное, самый большой сейчас, потому что он охватывает все. Смотрите, то есть, интернет. Что здесь можно? Если вы, допустим, в большом городе, да, живете, было выгодно, да, открывать там магазинчик, ресторан и тому подобное, даже если там взять. В маленьком селе, городочке, ну, там один магазинчик, ну, вот два, ну, там их уже и хватит, да. Вот, а интернет – это такая штука, которая захватывает любую лазейку, которая захватывает каждого человека. Самой, там, такой глухой деревни, понимаете, вот какая у нас появились, да, щупальцы, да, вот, появилась возможность предоставить работу, да, каждому человеку. Потому что интернет сейчас есть всюду. Сейчас это все, да, на телефонах, на планшетах. То есть, это сейчас только у человека, да, 24 часа в сутки, да, скажите, кто с телефоном, она долго прощается. И сейчас реально мы бизнес можем вести полностью с телефона, с планшета. Вот, поэтому интернет-магазины – это неизбежно, это будет развиваться, это будет очень круто развиваться. Поэтому смотрите, что мы вам сегодня хотим предложить и рассказать, да, что если хотите что-то поменять в своей жизни, да, самое приятное, что это можно сделать в любом возрасте, в любой момент. Только вы для себя решаете, что вы хотите поменять, да, что вы хотите сделать что-то другое, да, мы реально спим с телефонами, вот. Это можно делать в любую точку. Знаете, не надо думать, что, ах, у меня там того нету, этого мне не хватает, ах, там есть у меня. У вас уже на данный момент, вы меня можете слушать, у вас есть компьютер, все, вы уже богатый человек, у вас уже, вы уже можете выстроить свою империю, выстроить свой пассивный доход. Это первое, да, что уже плюс. Итак, что мы хотим предложить вам, это экспресс-кардиера в интернете, да, кто еще не знает, этот, этот экспресс, этот проект, да, сотрудничает на базе компании Ariflame. Сейчас я дальше расскажу. И смотрите, давайте просто помечтаем, да, кто еще не с нами, кто еще не зарабатывает деньги, да. Что изменится в вашей жизни, если у вас будет дополнительно 1000 долларов каждый месяц и больше свободного времени. Что бы вы хотели, да, куда бы вы хотели поехать, какой стиль жизни вы бы хотели вести, да, куда бы вы эти деньги вложили. То есть, да, у вас есть плюс к вашей даже зарплате, допустим, к вашему доходу, который у вас на данный момент есть, да, еще плюс 1000 долларов. Что бы вы позволили, давайте помечтаем все вместе, потому что, ну, я сейчас себе немножко уже цели покрупнее ставлю, да, я вот хочу дом тоже в Одессе, но в Одессе дом, если строить, надо минимум иметь доходов 5000 долларов, да, еще не забывать о инфляции, потому что тоже есть, да, с курсами и тому подобное. Можно вот закрыть кредиты, машину, купить дом, свой дом, да, ну, в деревне, ну, ничего, знаете, вот кто в деревне, вы представьте, что у вас уже есть возможность, да, кто живет в глухой, да, деревне, где-то далеко до СПО, есть почта, да, там, почта России, почта Курина есть всюду. Главное желание заходить, вы найдете этот заказ, вы найдете эту доставку, вы поймите, что у вас ценность в руках, у вас крупная, большая ценность, потому что вы получили эту возможность. И уже как вы, да, обыграете, да, в плюс или в минус, это уже от вас зависит. Как есть такая притча, что на остров, да, поехали, послали менеджеров продавать обувь, вот, на остров, там, где аберригены живут, вот, одни пишут менеджеры, что, ой, вы знаете, мы здесь на острове ничего продать не можем, они все босые ходят, им вообще обувь не нужна, а вторые говорят, менеджеры, вторая часть, говорят, давайте нам побольше сюда этой обуви, они здесь все босые ходят, им обувь нужна, понимаете, то есть, это как мы посмотрим, да, на эту проблему, то есть, или если в плюс посмотрим, то будет в плюс, если в минус, то будет в минус, вот. Да, открыт свой салон, помогать детям, дом, дом, так, ага, все, на лечение нужно, в общем, ясное дело, что сейчас время материальное, кто говорит, что, знаете, не в деньгах счастье, да, ну, как я говорю, в его количестве все-таки, но деньги сейчас очень многое решают на самом деле, вот, и я вам скажу, что у нас много освободилось еще энергии для того, чтобы сбатывать, смотрите, как ни крути, да, если взять наших мам, бабушек, когда там они деток родили, да, они там по полдня стирали, мыли, эти пеленки сушили, вот, и тому подобное, сейчас у нас много освободилось времени именно на это, за нас делает большую работу машина, да, стиральная, за нас делает посудомойка, то есть, сейчас нет такого времени, такой траты, да, на ту же готовку, я помню, мы немножко там дровами пекла печку, чтобы, ну, прокормить, да, семью, то есть, сейчас у нас много реально освободилось времени и энергии для того, чтобы мы могли зарабатывать, вот и все, поэтому это важно. Дальше, поэтому где все деньги на ваши мечты? Внимательно, сейчас я вам покажу эту возможность, да, это компания Reflame, мы ее очень любим, да, как где-то сказала Таня Голубя, это наш кормилист сейчас на данный момент, вот, и мы вам предлагаем только такой вариант работы через интернет, без вложений, без продаж, да, бесплатное обучение вы получаете, совмещать, да, совмещение в удобное время для вас вы можете работать. То есть, вот, знаете, вот здесь тоже, кто-то скажет, а, там надо с каталогами ходить, ну, вот, давайте опять эту аналогию проведем, вот, кто-то будет мыслить базарами еще, да, вот тоже Reflame начинал сначала с каталогами, да, кто-то сейчас дальше работает, у них здорово получается и классно, вот, но тоже он менялся, да, вначале были каталоги, потом были промостойки, а сейчас мы в интернете. То есть, суть какая, что сейчас мы раскручиваем свои интернет-магазины, вот и все, люди есть в интернете, в социальных сетях, и мы собираем свои базы, да, наполняем свои интернет-магазины теми же клиентами, теми же партнерами, которые сидят в интернете, вот и вся разница. Поэтому отбросьте сразу этот стереотип, да, что там, кому хочется, кто любит, пожалуйста, можете с каталогами работать, но, да, это намного эффективнее все-таки работать в интернете. Итак, за что платят деньги? За то, что мы моемся, да, именно в магазине Арифлэм, то есть, какая мне разница, какое мне мыло жидкое покупать, да, допустим, там, или какой гель для душа, или какой шампунь, то есть, есть люди, которые очень такие, знаете, притязательные, да нет, мне Арифлэм что-то там не понравилось когда-то, ну, поверьте, ну, если вам платят тысячу долларов и больше, ну, полюбите вы это мыло, знаете, это мыло так люблю, я вам передать не могу, я его каждый день люблю все больше, это мыло. Вы знаете, просто есть как в жизни, да, есть любовь с первого взгляда, а есть бывает любовь с второго, с пятого, вот у кого была любовь с первого взгляда, вообще в жизни, вот кто в своего мужа будущего, в парня влюблялся с первого взгляда, а у кого было так, что дружили и дружили, а потом влюбились, да, вот точно так же в нашем проекте, да, у кого-то было с первого взгляда, Вот когда мне прислали информацию о нашем проекте, у меня была любовь с первого взгляда. А есть некоторые люди у нас, да, надо походить, посмотреть, да, то есть есть какие-то стереотипы, там у кого-то что-то не получилось, да, у кого-то что-то есть, да, какая-то информация, уже база какой-то информации, которая мешает. Вот, и получается, да, тоже, да, многие влюбились, вот, и получается, что вот надо, чтобы понять, надо разобраться для начала, вот не будьте дилетантами, я очень прошу, не будьте дилетантами, дилетанты это так вот, посмотрел, а, не, не мое, все, а что твое неизвестно, вот, поэтому разберитесь качественно, разберитесь, да, если вы еще не верите, да, вы вот каждый день походите на вебинар, вот с часу до двух, вот, да, или с двух до трех по Москве, вот, и вы увидите, у вас просто будут вам вставать от вот этих доходов, от вот этого, то, что здесь уже в интернете мы творим, вот, поэтому смысл такой, что, понимаете, если вам там, допустим, ну, может там не подходить, не знаю, там, ну, что-то, то берите другой какой-то фирмы, какую вы себе подумали, то есть мыслите, как бизнесмен, косметика – это третье средства по необходимости для человека, то есть первое – это продукты питания, второе – это аптека, и третье – это косметика. Пока люди будут чистить зубы, мы будем зарабатывать, понимаете, вот, вот это самое главное суд, пока каждый человек утром встает чистить зубы, какая разница, какой пастой чистить зубы, или Арифлайм, да, и за это вы еще будете получать деньги, да, или идти в магазин какой-то там выручать, да, или базар какой-то выручать, то есть, а вы сможете себе заработать, полюбите Арифлайм и заработайте себе на все, что захотите, на машины, на самолеты, на вертолеты и тому подобное. Вот, да, ну и сейчас, конечно, ну, во-первых, будьте влюбляться постепенно, я вам это гарантирую, вот, честное слово. Так, дальше, а вот когда все хочется купить, это вот встанете директорами и уже будете себе вообще ни в чем не отказывать. Откуда деньги в проекте? То есть, если мы так разберемся, возьмем средний, вот, средний вообще, ну, заказ, да, среднее потребление человека, каждый человек там минимум в месяц, да, для семьи, надо, ну, где-то на гривен 200, наверное, как минимум, да, это по Украине. Как? Постоянно шампунь заканчивается, постоянно мыло заканчивается, тушь заканчивается, что-то, тональный крем, вот, тоже я сегодня уже себе доставала, там, знаете, с дна, опять закончился. Думаю, вот, это приятно работать с таким продуктом, потому что он постоянно заканчивается. И люди приходят опять в ваш интернет-магазин. Вот я вам сейчас провожу этот вебинар, да, в моей организации каждую, там, минуту, я хочу, конечно, чтобы уже каждую прям секунду, да, делались заказы, но каждую минуту кто-то заходит и делает заказ. Вот я с этого получаю процент. Ну, здорово же, здорово. Я не знаю, эти люди сидят, укаются за своим компьютером в разных странах, в разных городах, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю они заходят в интернет-магазин и делают заказы. То есть вы знаете вот эти интернет-магазины, Бонприкс, Некст, да, Алиэкспресс, да, знаете, вот кто знает эти магазины, интернет-магазины такие уже нашумевшие? Для мода, сейчас у нас по Украине много, да, идет реклама. Смотрите, то есть, знаете, вот, но вот эти магазины, они не дают вам право зарабатывать. Вы можете там только быть потребителем, а здесь вы получаете, мало того, вы получаете скидку 20%, еще, да, наличное потребление. И плюс вам, пожалуйста, вам дает компания Арифлен, и наша компания, она поточена под интернет, потому что не все еще компании, да, вот именно косметические, так хорошо поточены под интернет. Вот, поэтому вот каждую секунду, да, вы выстраиваете свой интернет-магазин, и каждую секунду у вас появляется возможность создавать вот этот сумасшедший поток потребителей, клиентов. Потому что это удобно. Один человек сделал заказ один раз через интернет, и он понял, что это удобно, не надо там ходить куда-то там спрашивать продавцу, выискивать эту косметику. И наши люди, вы знаете, уже привыкли, привыкли именно покупать именно вот Арифлайм, да, другие косметические компании. Я помню, даже когда я не была в Арифлайм, и мне вот, я даже не знала, где мне найти там помаду, вот, ну вот это все такое, что на лотках продается там, в магазинах даже, да, ну там вот потом уже появились вот эти крупные магазины косметические, ну, опять же, они в больших городах. А те, кто с маленьких городов, это только на базаре, вот этот лак перемороженный, вот эти блески замороженные, перемороженные, вот это вот все, оно такое, вот так все наложено, целая куча, понимаете. Вот, ну, а по-другому негде купить на самом деле, поэтому наши люди привыкли на самом деле, и очень хорошо задеагируют. Поэтому выстраивается товарооборот с личного потребления, да, наших клиентов и потребителей, и партнеров. И как отчисляются деньги? Мы открываем частное предпринимательство или ИП. Тоже, смотрите, не надо к этому относиться, знаете, с каким-то, ах, я не хочу частное предпринимательство открывать. Вы знаете, лучше открыть частное предпринимательство, зарабатывать там 20-50 тысяч гривен, да, чем ходить на работу. Те же налоги вы платите даже больше, но зато вы, да, побоялись, да, не открыли там его, да, и получаете 2-3 тысячи гривен. То есть сейчас, чем дальше, тем больше люди к этому уже нормально относятся, хорошо относятся. И налоги на самом деле не такие большие, как у вас высчитывают зарплаты. Потому что есть понятие зарплата черная, зарплата грязная, зарплата белая. И вот все, что с вас высчитывается, да, это те же налоги. Просто это так уже в систему все сделали, да, что люди даже не понимают этого, да, главное зарплата, все. Вот, как говорила когда-то одна женщина, ведро, есть дно, да, вот здесь дно, да, недалеко падать. Вот, поэтому, ну, вот надо от этого отходить. Вот, да, может где-то неприятно жестко, да, вот, но, вы знаете, лучше создавать себе намного больше, больше дохода и не зависеть, не зависеть от вот этих работ. Вот, поэтому полностью идет официальное оформление, вы заключаете договор с компанией, вы отчисляете пионный фонд, то есть вам идет стаж, да, даже если я тоже узнавала, оказывается, даже можно там в санатории ездить, тоже от того, что вы платите в государство. Все открыто, полностью все открыто, сдали себе этот отчет и уже себе спокойно дальше работать. То есть все это в электронном виде, тоже куда ходить не надо. Сейчас очень так лояльно вообще сейчас у нас, вот в Украине очень прям хорошо относятся, да, ну, то есть как они на нас работают, налоговая на нас работает. Мы все платим, все в законовом поле, поэтому это все абсолютно нормально. Так, да, да, можно раньше открывать, то есть если вы видите, что ваш уже доход в нашей компании, в нашем порядке, какой у вас на работе, да, вы уже можете смело открывать. По России там еще немножко проще, вы там просто можете накопить и потом большой суммой все снять, там еще даже проще. По Куре немножко по-другому, ну, там ваши спонсоры будут рассказывать, нужно открывать с 15-18%, сейчас смело. То есть всего три действия, да, вот если это все, так, еще раз сократить, да, личное потребление, то есть, ну, в любом случае, вы будете, будете в нашей практике, не будете, а все равно мы с собой, да, косметикой будете пользоваться в любом случае. Просто вопрос, будут вам за это платить или не будут, да, это уже вы сами для себя решаете. Выслать информацию о возможности дохода в интернете большому количеству людей. То есть именно уже по работе, именно конкретно что делать, как делать, это у нас каждый вечер проходит вебинар в 6 часов. То есть вы не остаетесь один на один, вы постоянно в потоке информации, мы вам даем миллион разных способов, как работать, как выстроить свой товарооборот в вашем магазине, как раскрутить ваш магазин. То есть уже только от вас зависит, вы будете это делать или вы не будете это делать. Только, да, единственный момент, это зависит от вас. Информации, то есть, смотрите, у нас сейчас 489 директоров, это те люди, которые зарабатывают от 1000 долларов и больше, да, ну, намного больше, да, то есть такие суммы, которые еще я даже не буду озвучивать, потому что многим просто в голову еще не верится, да, вот. И уже, ну, сотни, тысячи людей, которые зарабатывают от 100 долларов, 200, это тоже деньги, да, вот это тоже хорошие деньги. Сейчас даже 100 долларов через интернет, но здесь такая штука, вы когда заработаете 10 долларов через интернет, вы заработаете 100 и 1000 и так дальше, понимаете. То есть это вот первую веру, да, себе веру эту понять, вот выйти на 3%, на 6% заработать свои первые деньги, и вот дальше это неизбежно. Вот. И, конечно, обучаться. Вот вы знаете, друзья, это тоже очень важно, максимально важно, потому что если вы придете и скажете, да, я все знаю, два вебинара походили, да, я все понял, у меня ничего не получается, я ушел. Нет, здесь надо понять, здесь надо качественно работать, здесь надо, если вы уже делаете, так надо делать, да, не поверхностно вот так, да, прыгать. Вот, а конкретно если вот как тренировка в спорте, да, если хотите взять золотую медаль, там, да, или там олимпийскую медаль, да, хотите взять, да, надо, чтобы там, да, несколько, было, было много вот этой такой тренировки, много такой работы щепетильной. Вот именно, да, щепетильная, она здесь у нас, это важно, да, выделять время конкретное, да, и в этом плане работать. Поэтому как и что это делать, вы все это узнаете, да, я вот такую вам суть говорю, основную, вот. И вот сегодня, допустим, в 6 часов вечера мы будем обучать уже, как работать непосредственно ВКонтакте, будет вести мой менеджер Ирина Балаклеева, пожалуйста, приглашаю вас, можете тоже посетить вебинар. Ну, каждый день в 5, по Киеву, в 6, по Москве, каждый день мы учим, как это делать, понимаете, то есть ваша задача найти, ради чего вам это делать, что вы хотите, да, в своей жизни, вот многие писали, дом, путешествие, ремонт, лечение, все что угодно, да. И потом уже выделить время, потому что, знаете, вот вроде человек хочет, бывает, а потом спрашиваешь, у меня нет времени. Ну, если у тебя нет времени на твою личность, на твою жизнь, на твой успех, то мы ничего сделать не можем, к сожалению. Если вы сами для себя не найдете, да, за вас никто не сделает. И еще такой момент, если на работе начальник сказал вам, да, надо это, 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 а здесь надо, чтобы вы сами были для себя начальником, то есть вы сами себе ставите рамки, вы сами себе говорите, вот здесь я вот по работе, может, вот в этом много есть проблемы, потому что люди сами себя не могут организовать. Вот здесь это большая такая проблема, но, поверьте, если будут жать долги, да, что надо ребенку купить обувь, да, и вы там себе думаете, ах, не получается, потом ходишь, ходишь по квартире, думаешь, так, у того штаны порвались, тому надо что-то еще, вот, да, и потом быстро садишься за этот компьютер и начинаешь делать. Ищите свою мотивацию. Вот пока вы ее не найдете, друзья, ничего не получится, честно вам говорю. Вот, поэтому самому себя надо организовать. Это самый такой бич, наверное, страшный, вот, но, поверьте, с маленького делайте. Вот, например, вы начнете, да, вот два часа я работаю, все, все подключали, да, конкретно два часа вы вникаете, работаете, потом в это время будете увеличивать, потом это войдет в привычку, и вы уже будете, у меня уже знаки ломка, когда я ничего не делаю. Я уже не знаю, куда себя деть, если я ничего не делаю, вот. Поэтому, ну, это все дело привычки, опять же. То есть, что мы делаем, мы приглашаем людей в друзья, да, в социальных сетях, да, высылаем информацию о работе, да, ставим статус о работе и оформляем партнеров проект, то есть, да, проводим непосредственно регистрацию. Вот, и, конечно, работать с командой. Сразу с первого дня, да, стараться, потому что это ваша команда. У нас еще есть такой плюс, да, что мы вам помогаем строить часть команды. Поверьте, вообще, до того, как был создан этот проект, никогда никому не помогали ни одним новичком. Я была просто в другой компании, я знаю, о чем я говорю, вот. Поэтому никогда, когда я пришла, я увидела, что мне зарегистрировали новичка, да, я пока сама ничего толком не умела делать, но мне уже помогли. Вот. Это большущая благодарность, да, моим спонсорам, моим наставникам. Вот. Это был шок. И цените это, потому что вам часть товароборота реально выстраивает ваш спонсор. Да, для того, чтобы вы быстрее поняли, чтобы вы быстрее влились в работу, чтобы вы поняли, что это ваши люди, ваша команда, что это вам надо. Вот. И дальше потом совместное, да, действие, и вы быстро выходите на хорошие результаты. Вот. Поэтому это есть, да, только в нашем проекте, поэтому берегите. Если вы уже попали сюда на это обучение, значит, ваш спонсор не безразличен, значит, он вам выслал информацию, он вас пригласил, да, чтобы вы получили эту информацию, да, или написал, или как-то. Это, да, сделал какие-то действия, в общем, чтобы вы сюда попали. Значит, ваш спонсор, он уже профессионал. Даже если он новичок, даже если он вчера пришел, очень часто такое бывает, знаете, что новичок вчера пришел, но он горит, он хочет, и вот на эту энергию приходят очень сильные люди. Поэтому цените своего наставника, тренера, вот, и, да, которого вы получаете. Я вам скажу, что я вот недавно проходила тоже, там, коуч-сессию, да, чтобы пообщаться, да, по успеху, чтобы довести, да, у меня были некоторые вопросы, я заплатила за один урок 500 гривен, это полторы тысячи рублей, да, приблизительно, чтобы час, да, пообщаться с тренером, да, коучем один на один, чтобы она мне подсказала, как мне дальше развиваться, да, какие-то свои тараканы, как говорится, в голове. Здесь вы это получаете бесплатно, с вами работает тренер, с вами работает наставник, вышестоящий директор, у каждого из вас есть как минимум 3, 5, там, 6 уже сейчас хороших директоров, мощных, которых вы можете открыть в любой момент, и вам человек подскажет, да, какие-то вещи, которые, там, допустим, мы уже прошли, да, вот. Поэтому вы здесь один не остаетесь, и сами в себя, знаете, не закрывайтесь, потому что многие, как приходят, как сам по себе, надо быть в команде, это командный бизнес, здесь сам ничего не сделаешь, вот. Вы получаете обучающую рассылку, тоже большая просьба, рекомендация, я бы сказала, читайте эти письма, потому что многие думают, что эти письма мы просто вот так шлем. Одно это письмо, вы понимаете, сейчас уже сколько людей на этих письмах выросло, да, уже такие доходы, одно это письмо уже, ну, скажем так, стоимость одного письма уже десятки тысяч долларов, я вам честное слово говорю. Поэтому, вчитываясь в эти письма, мы же не просто их так высылаем, да, там все описано, а многие говорят, а что делать, ну, письма почитали, нет, еще письма не почитали. То есть это не просто так себе, да, мы шлем обязательно, там есть все, что вам надо в этих рассылках, в этих письмах. Видеоинструкции, школы для новичков, все бесплатно, все онлайн, то есть просто берете и делаете, и читаете, вникаете, да, то есть уже от вас здесь уже невозможно, ну, как-то повлиять, то есть это уже ваше желание только должно быть. То есть почему компания Reflame? Потому что это классическая компания, вы знаете, я классик, да, консервант такой по натуре, я люблю, знаете, вообще я люблю, да, стабильность, чтобы какая-то была. И Швеция, это шведская компания, это очень стабильная страна, одна из самых богатых стран мира, да, там я вам скажу, там, допустим, если вы покупаете жилье, то у вас должна быть определенная квадратура на каждого человека, но для того, что на человека, если у вас есть еще какое-то животное, собачка, там, или кошка, да, еще идет квадратура жилплощади на животного, то есть вы можете представить этот уровень жизни. И вот я уже соприкоснулась с компанией, да, более тесно, на конференции, и это действительно так. То есть такой заботы, вы знаете, ну, многие просто вначале плачут от такой заботы, которую оказывает компания. И это, вы будете это чувствовать буквально сразу, да, когда начнет вас поздравлять с первыми уровнями и так дальше. То есть суть одна, компания стабильная, вот 50 лет, нас на следующий год, вот 50 лет будем праздновать уже 50-летие, да, это уже полстолетия. То есть это не компания, которая, потому что, тоже я вам сразу такую прививку делаю, будут звать в компании, ай, приходите, там новая компания, все, через два дня вы миллионер. Друзья, не бывает такого, в каждой, в каждом деле надо вложиться, надо вложить время, надо вложить свою энергию, надо обучиться. Поверьте, если будут звать, особенно это будут первые проверки, когда вы четко для себя решите, что да, я буду здесь работать, да, я буду здесь строить бизнес, вот вам сразу начнут какие-то предлагать другие компании, что-то другое в интернете, это будет 100%, я вам могу гарантировать. Поэтому вы должны четко себя осознать и понимать, что чего-то другого, да, где без напряга вы заработаете, этого нет. У меня, как бы до интернет-проекта, у меня была своя история, я поменяла несколько компаний, вот, и в том плане там было немножко по-другому, потому что тогда еще в интернете я не могла работать, поэтому приходилось менять, искать просто наставника более такого сильного себе, вот. Но когда я уже именно это увидела, то, что есть в нашем порядке, поверьте, все другое отпадает. Все другие компании отпадают, по бонусам, по выплатам, по путешествиям, нигде такого уровня вообще нету ни в одной компании, поверьте мне. И это еще что важно, это стабильно, потому что вы можете пойти в другую компанию, вы можете пойти там, да, построить что-то, и она просто закроется через два месяца, и все, и все, что вы выстроили, да, вложили энергию, силы и тому подобное, все просто разойдется. То есть это всегда есть риск компаниям, которым нет еще 5 лет, как минимум, это всегда есть риск, что просто все исчезнет, все ваши товарообороты. Поэтому думайте, да, прежде чем, да, принимать какие-то такие решения, вот, потому что проверочки будут. Дальше, моя история, я как музыкант, до этого мне посчастливилось, я очень, как бы, любила, мечтала путешествовать, это такая была у меня мечта еще со школы, вот, и у меня такой вот инструмент Домра, вот, и благодаря этому мы с мужем объездили очень много стран, вот, и я увидела, ну, знаете, вот это видение, когда видишь только свою речку, да, дома, в деревне, это одно, а когда начинаешь выезжать, ну, даже в более большие города в своей стране, это второе, когда начинаешь выезжать за границу, видеть вот эту всю красоту, это совсем третье. И когда, конечно же, насмотрелось, мне захотелось тоже, во-первых, путешествовать, это всегда интересно, во-вторых, иметь хороший доход, чтобы только в этих путешествиях, не просто там, да, смотреть, только глазеть, да, еще что-то покупать, да, для себя, да, еще там, чем-то таким, сейчас у меня вообще уже такие более интересные вещи, там, не только там отдыхать, да, там еще культуру как-то изучать, там, музеи посещать, ну, что-то вот такое, какие-то выставки, да, там, например, ну, захотела, поехала в Париж на какую-то выставку, какую-то галерею, да, ну, вот в таком плане, то есть, ну, расширяем себе преграды. Так, и у нас был на квартиру кредит, да, мы платили почти 5 лет, было 42 тысячи долларов кредита, то есть, что такое, как бы, экономить, что такое кредит, я хорошо знаю, поэтому хотелось побыстрее с него выбраться. И вот я нашла наш проект, да, как нашла, спасибо спонсору, да, что она не поленилась, да, вот почему, когда мы говорим, да, где наши новички, надо просто самому не лениться в первую очередь, и вы найдете своих активных партнеров, вот, я поставила плюсик, и мне вот выслали информацию. Сразу была у меня любовь с первого взгляда, там была такая еще на сайте картинка, здесь может быть твое фото, вот, и я себе сразу решила, что там будет мое фото, вот, и в конце 2013 года я зарегистрировалась, через 7,5 месяцев открыла звание директора, ну, тогда немножко доход был поменьше, потому что курс был другой, да, потом сейчас уровень директора побольше доход, и здесь, смотрите, я умножала на курс рубля, вот, когда делала эту картинку тоже, курс меняется постоянно, поэтому, может быть, здесь сейчас немножко несостыковка, но сейчас, как бы, уровень директора по Украине это 6, где-то 8 тысяч гривен зарплата, по России это около 30 рублей, 30 тысяч рублей, да, ну, в зависимости тоже, как вы строите свою структуру, вот, и потом сразу два звания, старший директор, золотой директор, и вот я проводила этот вебинар в прошлом году, вы можете посмотреть, найти мой тоже такой же вебинар, вот, я здесь писала, у меня была зарплата 11 тысяч гривен, вот, прошел ровно год, и мой доход увеличился в два раза, да, и сейчас даже немножко больше, уже 20 тысяч, просто уже не стала переделывать, уже по 25 подходит, вот, ну, как, какой месяц, да, если на рубли на 3 умножаем, где-то около 60 тысяч рублей, вот, поэтому, друзья, и премии, соответственно, долларов по курсу доллара, вот, кстати, тоже, что, что еще важно, по курсу доллара, я вам скажу, что будут приглашать в другие компании, да, и там премии по курсу не платят, я вам сразу говорю, это там убрали, раньше платили премии по курсу евро, а сейчас убрали, поэтому тоже думайте, да, что вы дальше будете получать, вот, поэтому был достаточно хороший рост, сейчас я ращу новые ветки, ращу новые, ну, как бы, хочу выйти уже на новое звание, на более интересные доходы, да, 5-10 тысяч долларов, то есть я к этому сейчас уже готова, и готова, да, на это работать, вот, конечно, доделали ремонт в квартире, да, уже купили какую-то мебель получше, вот, сейчас вот уже дали недавно вот фотосессию такую для семьи, вот, ну, в общем, уже, конечно, да, на картинке легко и просто, Оксан, знаете, очень надо хотеть, вот, я поняла, от вашего желания, если, вот, знаете, чтобы вот так выпрыгнуть, надо, чтобы был хороший минус, если был хороший минус, если вот так все допекло, тогда будет быстрый взлет, если все-таки, знаете, как, если я вижу тоже, ну, вроде на хлеб хватает, на масло хватает, отчего мне там напрягаться, ну, пусть там кто-то, я не хочу, да, вот, вот, если у вас в такой позиции будет медленно, я вот вам гарантирую, вот, честное слово, если не будет, цель должна быть максимально большая, что вы хотите, да, и лучше перескочить потом, чтобы вам хватило вообще на все, да, там, допустим, уровень бриллиантового директора, да, у нас, вот, 100 тысяч гривен доход в месяц, да, 600 тысяч рублей по России, вот, вот, если так уже замахнуться сразу туда, то уже потом хватит на все, и потом уже пойдете себе на пенсию, ну, это так в кавычках на пенсию, да, мы говорим, ну, когда вы вообще уже можете просто отойти от компьютера и все, вот, поэтому, чтобы было легко и просто, надо полюбить и надо влиться в работу, сделать, сделать это там, чтобы вам нравилось это, да, сделать, найти свои методы работы, да, чтобы не грузиться в этом, что, ах, ах, ой, как-нибудь опять надо садиться от этого компьютера, вот, если вот так, ничего не будет получаться, вот, а если вы будете гореть, особенно людям своим помогать, если вы будете понимать, что у вас есть люди, и вам надо им помочь, вот, не о себе думать, вот, как-то мне всегда было проще, мне думать о ком-то, да, для себя всегда там лень, вот, а если ради кого-то делаешь, да, проще, вот, поэтому старайтесь думать о другом, это вообще правило постановки цели, если вы хотите помочь как минимум трем, да, Наташечка, привет, да, жизненный петух, Наташа, вот, 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 он самый, самый такой сильный, вот, он и дает самую большую мотивацию, понимаете, вот, поэтому, что, вот смотрите, вот сейчас я тоже думаю, мы пришли, когда я пришла, да, была норма, ну, как, норма, там, где-то 6 год выходить на уровень директора, сейчас вообще у нас стереотипы меняются, нам девочки наши сейчас активчики, которые за 2015 год, звезды 2015, можно сказать, они нам этот стереотип поменяли, сейчас уровень директора за 3,5 месяца, как вам такое вообще, 3,5 месяца, да, надо поработать, да, может, где-то не доспать, да, где-то себя не жалеть, там, да, вот, а где-то отдаться на полную катушку, да, лучше здесь поработать год, отдаться на полную катушку и потом уже только путешествовать, да, уже там, не знаю, чем дальше занимаетесь, вот, но чем, вот, там, 50-40 лет ходить на работу и быть от этой работы черным, да, вот, так, да, даже уже 2 месяца есть, ну, это уже вообще, да, уже даже, счет за 2 я не слышала, вот, 3,5, да, да, ну, вот, друзья, все зависит от вашего желания, понимаете, от вашего желания и стремления, это оно однозначно, ну, вот, в общем, от компании уже мы в этом году съездили в Испанию, Валенсию, это такая забота была, понимаете, от компании с первого же момента, вот вам просто вот немножко их фотографии покажу, этот уровень вообще жизни, да, мы сели в самолет и сразу нам прямо на сиденье положили вот такое одеялко, во-первых, был частный самолет, с Украины летел, как бы компания наняла просто пустой самолет, он нас туда привез и назад полетел пустой, понимаете, вот, как автобус заказали, да, как на свадьбу раньше заказывали автобус, и точно так же заказала компания самолет, то есть вы можете представить, сколько денег. Друзья, я вам еще раз хочу сказать, что в других компаниях, я была в многих компаниях, да, не в многих, ну, конкретно даже я была на уровне директора в одной компании, которая сейчас очень много наших именно партнеров с Арифлэм, да, к себе перемазали, ну, не нанимали такие самолеты, но я вам четко говорю, там были, ну, поездки, поездки очень такого низкого класса, вот, поэтому вот то, что компания предлагает, да, дойти до этого золотого, бриллиантового, вот, чтобы вот это все на себе уже ощутить очень хорошо, то есть всюду вам водичку, вам там, там вам коктейльчик, хотите кушать, давайте вам коктейли, разболтали наши коктейли, все, черт, да, все, сначала вместо оператива нам дали коктейль, потом дали уже ужин и тому подобное, все, что там происходило, это тоже был невероятный уровень, да, это было, ну, я говорю, я до этого ездила как музыкант, да, ну, одно дело, как ты музыкант ездишь, и другое дело, когда ты уже едешь, вот, ты в звание золотого директора, у тебя уже хороший доход, ты уже можешь себе позволить, уже мы там обуви кожаные накупили, вот, ну, в общем, там уже, да, рай, ну, по-другому не скажешь, потому что, вы знаете, и когда ты там находишься, ты думаешь, боже, ну, какая же молодец, что я все-таки сидела в этом интернете, да, что я там не смотрела сериал, там, как другие люди живут, а что я сейчас сама в этом сериале нахожусь, понимаете, вот, вы потом будете себя так благодарить, если вы сейчас вот это сделаете, вы себя не представляете, как вы будете себя благодарить, как вас будет муж вас благодарить, все ваши родственники, да, потому что вы уже ни у кого ничего просить не будете, типа, там, мама, одолжи денег, мама, там, свекровь одолжи, а свекровь плохая не дает, ну, я знаю, что это такое, понимаете, вот, или там стесняешься одолжить, или не знаешь, чем отдавать, вечно в стрессе находишься, надо просто никого не слушать, сесть и сделать, и сделать, и все, и эти все проблемы, они все останутся в прошлом полностью. Так, что еще, ага, ну, вот банкет директоров, то есть это все признание, слава, это тоже, кто любит, кто вот хочет, славы, пожалуйста, здесь, кто мечтал быть акистой, артисткой, вот здесь вы все получите, каждый год новое платье, каждый год вам, пожалуйста, красная дорожка, банкеты и тому подобное, то есть кто мечтает еще и о славе, тоже вы здесь это получите. Ну, и вот наша тоже покупочка, это мы за вот эти премии заработали, купили свою первую машину, потому что живем в Одессе, а, честно говоря, за 10 лет, 15 лет уже мы живем в Одессе, мы на море не могли добраться, то есть это всегда было там, вот особенно, когда уже дети появились, это берешь велосипед, круг этот надутый, да, берешь этих детей под мышку, сунешь в эту маршрутку, запихиваешься туда, вся жара, там уже тоже много же таких, как мы с детьми, и вот, ну, вот такой, одна вот такая поездка, и больше я, допустим, не ездила, поэтому я уже решила, лучше я два лета посижу, поработаю, да, чтобы уже ездить на своей машине на море, вот, поэтому, ну, это то, что есть уже в нашем проекте. Вот мы с девочками, а, Ангелина, 19 лет, так же большие, у нас девочка 14 лет, уже сейчас менеджер 12%, вы уже большие, вам уже можно миллионы зарабатывать, вы что, как раз такой возраст, еще до замужества, да, до детей, времени много, вот, вот, 14, я же говорю, вчера тоже, смотрите, ну, это вот с девочками мы начинали, то есть еще какая прелесть этой работы, вот мы начинали втроем, я, Инна Москалюк, Люда Каталевская, это мои сейчас уже Люда Каталевская, золотой директор, Инна Москалюк, старший директор, и вот мы в этом году, да, мы вот два года отработали, все по машинке себе купили, да, вот это Люда машинка, вот, а вот тоже, ну, это моя уже гордость, моя команда, вот, это Инночка Москалюк, вот такая красненькая мазочка вам, вот, тоже, да, мамочки все в декрете, да, у меня двое детей, у них по одному пока, вот, поэтому, это тоже есть, это реальность уже, понимаете, это уже наша реальность этого, вот будете ходить, каждый день, вот эти машины, вот это все показывать, показывать, пока у вас, да, вот вы скажете, да ну, зачем же я хуже других, что у меня, да, и как я пришла, говорю, у меня что, никакие руки, ноги есть, голова есть, То есть все, у вас все уже есть, вы уже имеете 90% всего того, чего надо для успеха. Будьте в окружении, будьте в чатах наших, будьте постоянно в этом общении, потому что, в принципе, окружение, да, это, ну, большая часть, вообще, ну, процентов 60 вашего успеха. Да, потому что с кем поведешься, того и наберешься, да. То есть были одни программы в голове, вы видели только работа, там, работа, вот там, 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 все, другого вы не видели, а здесь вы будете видеть другое. Пока сомневаетесь, пока еще думаете, да, да, нет, нет, вот, просто ходите на эти вебинары, смотрите, слушайте и начинайте действовать, а там, походу, разберетесь, как говорится, да, аппетит приходит во время еды. И забейте свое место, кто еще не зарегистрировался, забейте свое место, займите, потому что вам уже все равно будет помогать под вас дальше строить веточку, вот, пока вы разберетесь. Да, 14, у кого паспорт вообще с России, вы можете, да, по Украине у нас паспорт 16 лет, поэтому с 14 лет работать можно, это по уставу компании разрешается полностью, да, только с разрешения как длителей, вот, а дальше уже все, все это можно с 14 лет. Сейчас другая молодежь, поэтому чем дальше, тем больше будет молодых предпринимателей, которые, вот, уже не видели вот этого всего рабства, скажем так, ну, там, на маму. Вот, а насчет этого, да, надо уточнять уже у спонсора. Так, дальше, да, станьте новыми богатыми людьми новой эры, вот, и, ну, какие альтернативы, да, ну, можно сказать, да, нет, не хочу ваш Арифлем. Да, вы можете приглашать, не зарегистрирована, только потом давайте ссылочку, если человек, вот, на вот эти вебинары с часу до двух, да, или с двух до трех по Москве, вы можете приглашать своих кандидатов. Вот мы для этого и рассказываем, чтобы люди увидели, да, уже результаты, вот, и только вы давайте ссылочку в писем о том, чтобы к вам зарегистрировались. Да, 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 Наташа, вот все правильно, да, когда бросили, вот, и все, и уже плыви. То есть, ну, вы себе зарегистрируетесь, а потом, по ходу, разберетесь, потому что вам будет голова говорить, да, нет, все равно ничего не получится, там, поверьте, процентов, там, всем нам тоже говорили, говорилось в голове, да, наше осознание говорило, что, да, нет, нет, там, ничего не будет у тебя. Ну, все ты берешь и делаешь, потому что жизнь заставляет, вот. Ну, то есть, какая альтернатива? А наследство, вам оставил где-то кто-то там квартиры, там, оставил, да, там, или тысячу, там, хотя бы долларов кто-то, да, наши родители и наши бабушки, дедушки тоже так набедовали, что там не оставлять нечего, поэтому на наследство рассчитывать особо нечего. Капитал, минимум, 10 тысяч долларов, да, чтобы открыть какое-то дело. Или работ, 2, 3, 5 работ, да, чтобы так приходить и падать уже, да, вообще. Вот поэтому, ну, в принципе, альтернатив сейчас мало. Можно, да, там, какие-то разные, ну, в интернете, кто уже, вы, я думаю, все пробовали, много чего искали, да, все денег требуют, чтобы там научить что-то, да, чтобы вы там что-то заработали. То есть, или надо быть гениальным, там, фрилансером, гениально писать статьи, и там тоже большая своя конкуренция уже на данный момент, вот, да, или, пожалуйста, здесь вы можете научиться всех тех профессий, да, все те навыки, которые вам помогут добиться хороших результатов. Так, личное потребление, выслать информацию по возможности, обучаться, по возможностям бизнеса, обучаться работам без вложений, домашний бизнес, легальный бизнес, с любой точки мира, там, где вы находитесь. Так, и что вы получаете? Вы можете получить максимально все, что вы захотите себе, да, то есть это уже только от ваших амбиций зависит, вот. Поэтому, что делать в первую очередь, кто еще не зарегистрированный, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар, да, там есть или какая-то ссылочка на заполнение, или постучитесь, прямо напишите человеку, чтобы он вам предоставил, да, где заполнится анкетку, вы заполните анкетку, все, подождете, пройдет ваша регистрация, и вы уже можете приступать, да, то есть, ну, вообще приступать вы можете прямо с сегодняшнего дня, уже, как раз уже праздники все отгуляли, все деньги потратили, надо зарабатывать. Вот, поэтому у меня все, в принципе, поэтому я желаю вам веры в себя, в первую очередь, потому что вы уникальные люди, каждый из нас уникальный, и каждый может сделать свою жизнь сказкой, да, такой, какую вы только себе можете представить, вот. И не зря вы уже здесь, уже вы сделали большой путь, раз и попали сюда, поэтому осталось дело за малым, просто начать это делать, полюбить это дело, и все, успех не заставить себя ждать. Поэтому желаю вам хорошего, удачного 2016 года, этот год по гороскопам очень, очень намного он позитивнее, чем 2015 пример, и он очень полезный в том плане, что надо работать именно в партнерстве, то есть, работать с партнером, да, если вы уже сюда пришли, то есть, держать связь своим наставникам, то есть, не в одиночку, вот этот год не одиночек, вот самое главное, чтобы вы поняли, и, да, успех, очень хороший год для всех знаков зодиака, поэтому желаю вам быстрого роста, да, и всего-всего самого лучшего. Так, все тогда, на сегодня у меня все.